Биоинженер или графический дизайнер? Как правильно выбрать профессию? Итак, сегодня у нас в гостях Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук и доцент. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Я видел, с каким вниманием вы смотрели сюжет наш про роддом. Я знаю, что наверняка он для вас тоже имеет какое-то значение. Конечно, я родилась в первом роддоме, и мой ребенок родился в первом роддоме. И, я думаю, и внуки мои будут тоже рождаться в первом роддоме. А вот касательно этого сюжета, каково ваше мнение, должен ли мужчина присутствовать на родах? Вы знаете, мне кажется, что это исключительно решается в семье, между мужем и женой. Хочет ли, может ли, готов ли муж присутствовать на родах? Готова ли жена к тому, что муж будет присутствовать на родах? Вот только так, а не иначе. Здесь не общественное мнение решает, что модное нужно присутствовать, а внутренняя психологическая готовность. Спасибо. Интересно, можно рекомендовать. Это потому, что вы меня сразу озадачили, кем быть, инженером или графическим дизайнером. Я растерялась. Это тема нашего сегодняшнего с вами диалога. Дизайнер или все-таки графический, или инженер? Вообще, я по первому образованию физик. Физик. Давайте вот... Нет, квантовая электроника. Квантовая электроника. Но второе образование я тоже получила, и поэтому я доктор психологических наук. Хотя вот физика в моей жизни всегда играла и играет большую роль. Не скучаете по этой науке? Ну, почему скучаю? Просто она плотно вошла в мои исследования как психолога. Очень много общего. Но, честно говоря, вот кем выбирать и как выбирать, наверное, вопрос не об этом, да? А как быть родителем, а как быть детям, которые стоят на пороге вот таких профессиональных открытий? Очень много сейчас вопросов задают. Ну, во-первых, октябрь, и народ думает уже, им учителя в школе говорят, вот, нужно выбирать ЕГЭ, у вас есть обязательные экзамены, есть базы, там, русский, математика. И начались уже серии открытых дверей в университетах, в колледжах. Вот и у нас 26-го в эту субботу день открытых дверей. Но все говорят, давайте быстрее определяйтесь, в январе уже заканчивается регистрация на ЕГЭ. Вы должны выбрать именно те экзамены, которые вам пригодятся для поступления. И начался ажиотаж в семьях. Вы знаете, сколько сейчас обращений на кафедру психологии нашего университета по поводу того, куда поступать, зачем поступать. И вообще, скажите, пожалуйста, подскажите, куда поступать моему ребенку. И как правильно поступить. Иные родители говорят, мой ребенок хочет быть там, ну, например, психологом. А я ему говорю, нет, у нас не было в роду психологов, не будет. У нас будут экономисты. У нас такие даже звонки. Вот действительно мы консультируем родителей по этому поводу. Что делать? Как объяснить ребенку, кем он может быть? Вот вы знаете, на самом деле здесь несколько вопросов. Первый. Когда начинать? И этот вопрос не имеет однозначного ответа. Начинать можно с рождения. Потому что профориентацией является все. И деятельность родителей, и любовь родителей к той профессии, которую выбрали они. Ведь не случайно у нас случаются династии. Вот я, Александр, услышала, что вы врач, да? А в семье уже были врачи? По первому образованию, нет. Кстати говоря, вы знаете, тема, это для меня лично в свое время очень актуальна. Я сейчас могу сказать, подведя итог какой-то, что ничего не бывает просто так. И я, безусловно, благодарен той школе, которую получил колоссальный, в первую очередь, дисциплинарный. Но наверняка, с точки зрения, скажем, профиля, это была ошибка, глубокая ошибка. Я никогда не хотел быть врачом. И так уж просто волей случая получилось, что я закончил очень хорошо институт. Но при этом... Саша, скажите, это был династический выбор профессии? Или это был внезапный, вы первый врач в своей семье? Я первый врач в своей семье. Здорово, да? А можно спросить, а как вы выбирали профессию? Вот не поверите, но я, если честно, всегда хотела, мечтала быть психологом. Но потом резко, даже не могу сказать, с чем это было связано, поменяла свое мнение. Буквально вот стык. 10-11 класс. И я решила, что я хочу быть на юридическом. У меня первое образование юридическое. И поэтому вы, Ирина, и Александр, журналисты. Нет, я на самом деле после медицинского закончил консерваторию. И уже вот в этом, скажем так, определился, что именно этим хотел заниматься всю жизнь. Здорово. И все равно работаете журналистом. Ну, вы знаете, в моем случае уникальном это смежно получилось. Потому что я веду программу классической музыки. И, в общем-то, это, о чем я мечтал. Вы знаете, на самом деле совершенно здорово то, что вы говорите. Это говорит о том, что сколько бы мы не хотели династические убеждения привить своему ребенку, если это династический, или выбор профессии, это действительно очень сложно. Вот у вас были своеобразные метания. Вы получили то, что, очевидно, что обсуждали в семье. Ведь, как сегодня говорят, ну, что родители выберут, то и будет. И вот это обсуждение в семье, оно идет изначально. Нужно быть... Кем у нас сейчас хотят быть? Экономистами, юристами. Стоматологами. Стоматологами. Да, кстати, да. Стоматологами. Вы знаете, и, наверное, правильно. Мы недавно беседовали с заместителем директора центра занятости республиканского. Она говорит, Анжелика Витальевна, она говорит, у нас трудоустройство всем гарантировано. Потому что очень много рабочих мест. Вы пускаетесь и приходите работать. Главное, не ошибитесь в выборе профессии, потому что это сложно. И вот тогда вступает еще одно. Помимо того, что есть династическая, есть убежденность родителей, есть мотивированность родителей и любовь к своей профессии. То есть я, допустим, педагог в пятом поколении. Моя дочь педагог уже в шестом поколении. И это династическое. А кто-то говорит, а я первый. Мы недавно разговаривали с девочкой. Он говорит, я первый педагог в семье. Я пришла на практику и полюбила школу. Вот и я там осталась. Анна Калининчна, извините, перебиваю вас. У нас осталось очень мало времени, буквально 30 секунд. Я вас очень прошу дать какой-то такой, вот прямо, знаете, не в бровь, а в глаз совет. Вот как же, да. Как поступить? Вы знаете, во-первых, диагностика. Во-первых, хотя бы определить профиль профессии. Диагностику, самые простые методики психологические, которые на сегодня есть, они хотя бы определяют группу. Если родители хотят вырастить экономиста, программиста, а у него группа человек-человек, ему педагогические, медицинские, там еще другие профессии, которые предполагают взаимодействие с людьми, то это первое. Для этого есть консультации в центрах занятости. Для этого есть профориентационные центры, которые, в общем-то, в некоторых городах проводят федеральные университеты. Для этого можно выйти на сайт Крымского инженерно-педагогического университета и пройти онлайн эту методику, посмотреть и получить консультацию специалистов. То есть вот это можно. Анжелика Ильинична, то есть вы, получается, можете помочь? Безусловно. Но кафедра психологии КИПО однозначно. Спасибо вам большое за это. Спасибо большое. Да, сегодня у нас в гостях была Анжелика Лучинкина, первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета, доктор психологических наук, доцент. Большое вам спасибо, что к нам пришли. Мы вас будем приглашать почаще. С вами очень приятно вести в беседу. Спасибо. Приду. Продолжение следует...